Добрый вечер, друзья! Проект интервью в эфире. Я хочу познакомить вас с нашим гостем Рома Либеров, сценарист и режиссер кино. Да? Правильно? Более-менее. Добрый день, Роман. Добро пожаловать в Красноярск. Здравствуйте, Клавдия. Вот тема Красноярской ярмарки нынче – это наука и культура. А вы же вот тоже этим занимаетесь. Такой просветительский проект у вас, ваши киноработы. Правильно? Может быть. Но мне меньше всего хочется просвещать. Это процесс совершенно неинтересный. Искусство, оно как бы все не просвещение все-таки. Оно по передаче какого-то опыта проживания с помощью самых разных средств. Вот. Так что я не думаю, что это просвещение. Может быть, один из эффектов этого процесса – так или иначе просвещение. Но тогда нужно определиться с тем, что такое просвещение. Это что, просто передача некоторых знаний? А если те, кому вы эти знания передали, никак в нем не уложено или в ней? Это акт просвещения состоялся или нет? Ну, наверное, если человек что-то новое узнал, что-то для себя открыл, он вроде как просветился отчасти. Он, может быть, просветился, но как он приложил эти знания к своему опыту? То есть, ну, говоря словами Бродского, который искренне полагал и заблуждался, вернее, на этот счет, что человек, читавший Диккенса, сложнее выстреливает в человека, чем человек, Диккенса не читавший. Но мы же знаем, что это не так, и даже он после этого сам себя опровергает, что и Мао Цзэдун был литератором, и Джугашвили, и Ульянов, и прочее. Поэтому вот, когда разговариваешь, хочется всегда быть предельно точно понятым. Для этого нужно договариваться о керменных основах. Понятно, об общем инструментарии, да. Как говорят, как любят говорят ученые, филологи, общий инструментарий. Может быть, да. И в этом смысле я боюсь, что я к просвещению, в смысле кино почти не имею отношения. Когда мы делаем выставки, это гораздо ближе к просвещению. Может быть, это даже одна из целей. Ну, то есть кино смотреть нужно тому, кто знает, кто такой Мандельштам. С голубого глаза его смотреть нельзя. Напротив, напротив, мне кажется, совершенно не важно, знаешь ты или не знаешь. Напротив, если ты не знаешь, ты какую-то историю увидишь впервые. В кино же история, как бы в моем понимании, вообще не главная. Главное, язык для меня, вообще везде, в литературе, в кино, в искусстве, главное язык. Главное сохранить речь. Нет, 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 нет. Язык. Язык. Как это в случае книги написано, в случае кино показано. Язык. У всего есть свой язык. Каждый, кто работает с холстом, создает свой язык. Тогда получается, этот язык, вы, когда его выбираете, язык, для написания, так сказать, полотна фильма, создания, вы на кого ориентируетесь? Вот кто ваш зритель? Это творческая интеллигенция, это филологический барышник, как говорил мой? У меня только один зритель. Он сидит перед вами. Другого никакого зрителя я не знаю. И мне кажется, это порочно, то, чем занимается телевидение, или условный менеджмент, это порочно создавать образ некоторого среднего предполагаемого зрителя. Я не знаю никакого зрителя. И что-то более-менее могу сказать только о себе. То есть вы делаете то кино, которое зацепило бы и было интересно вам? Только. Только вам? А чье-то мнение в этом играет важную роль? Кому-то показываете, кто-то говорит, Рома, вот здесь надо было немножко. Нет, я же не слон живописец. Нет, нет. И я полагаю, что эта степень, ну, бескомпромиссность, слово такое, патетическое, что это отношение с тем, что ты сочиняешь, тет-а-тет, оно, мне кажется, ценное. Очень пафосно прозвучало, я понимаю. Ну, давайте попроще. Попроще. Да-да-да. Ну, тот факт, что доволен ли ты сам взыскательный художник, ну, как может быть какой-то другой у этого оценщик или рецензент или советчик? А как вот вы тогда выбираете вот этот вот список писателей, которые становятся фильмами потом? Никто никого не выбирает, это же любовь, разве можно любовь выбрать? То есть это ваша книжная полка, да, она потом становится кинематографической историей вообще? Ну, наверное, можно так сказать, но дело же не только в книгах, это же, если вы обратили внимание, наши фильмы, вот их шесть мы работаем над седьмым, это как бы модель выживания интеллигентного человека в несвободных условиях, и то есть это миры, микромиры, это шесть и седьмой сейчас микромиры, которые выживают в большом мире. Понимаете, что я имею в виду? Да. И, ну, любовь, это же единственное, что вообще может как-то, это единственное, что нельзя имитировать, я так часто это произношу, что уже самому надоело, мне кажется, пошлостью какой-то. То есть вы же можете имитировать все, ум легко, талант легко, необычность легко, вы только любовь не можете имитировать. Как в отношениях пары можно сымитировать все, кроме любви? То есть вы думаете, если кого-то в паре не любят, он всегда это знает? А он рад обманываться? Ну, вы мне скажите. Я думаю, да. Но, во всяком случае, долго имитировать это невозможно. Ну, то есть ваши фильмы рождаются по любви, это мы выяснили. А как вы определяете все-таки, кто из них в каком порядке пойдет? Как это? Это по времени, по совпадению, не знаю, вот каких-то внутренних ощущений. Вот сейчас настало время, я созрел, чтобы работать с Довлатовым. Нет, вот это вот все, что касается самокопания и метафизики, это все в сторону. Мы не занимаемся такими вещами. Я не верю ни в одно, ни в другое. Нет, просто так, это просто работа. То есть у вас есть план снять 25 фильмов про любимых писателей? Это не совсем план, это просто работа. Вы работаете, вы окружены каким-то количеством людей, размышлений, книг и так далее, и так далее. И временем. Вы окружены временем, оно фонит все время. И вот это проживание, которое вокруг, оно тебе совершенно точно говорит, что сейчас происходит. Ну, пока ты слышишь какой-то, простите, пока ты слышишь, шум временем. Насколько в этом шуме слышны голоса поэтов, писателей прошлых лет, что вы им даете возможность высказаться самим, потому что все фильмы – это своего рода монологи. Если ты слушаешь, то тебе слышно. Любой голос, к которому ты прислушался, он слышен? Вы даете им возможность говорить. Потому что без вас они не говорят, они стоят на поле. Да, они без меня точно так же говорят. Я всего лишь деталь их биографии. Как каждый читатель деталь их биографии. То есть, понимаете, я ничего не меняю и ничего не добавляю. Им. Это вообще перевод литературы на язык кино. Это совершенно неблагодарный и почти безнадежный процесс. Знаете, один из моих любимых анекдотов, когда барышня выходит из квартиры маститого известного писателя, поправляет одежду, вздыхает и говорит, нет, все-таки книга лучше. Поэтому мы всегда обречены на эту книгу лучше. Вообще, там, где читают книги, во время польского восстания, когда Российская империя это восстание подавила и так далее, и так далее, и вводила российский порядок и территорию всей империи, закрыли Вильнюсский университет. Старейший Вильнюсский университет. В том числе за тем, чтобы книжки не читали, больно умные. И в этом смысле просто благословен каждый уголок, где читают книги. Да, вообще вот книги, книжечки, книжули. То есть в книгах наше спасение? Скорее всего. Если вам нужно спасение, то вы сами найдете, чем спастись. У меня нет рецептов спасения для других людей, к сожалению. Если бы я спасся многократно сам и знал бы рецепт этого спасения, я бы с вами поделился, обещаю, если вам нужно спасение. Но это личный поиск каждого из нас. На это философтской ноте, наверное, закончим. Спасибо большое, Роман. И вам спасибо. Спасибо большое за беседу. Друзья, еще раз напомню, вместе с нами этот вечер провел Рома Либерев, режиссер кино. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова